Доброе утро, мои дорогие! Вон и горлица прилетела, уже мне покукукала. Уже 16 градусов, такое воскресное утро. Ой, надо мне разбирать летнюю кухню. Это навесочка болтается от ветерка. Там солнышко встало, видите, дерево освещает. Костя уехал планов, планов наговорил по ремонту. Тут не знаю. Чтобы это всё сделать за месяц, надо бригаду целую вызывать. Ты ж моя золотая полетела. На другой столб уселась. Мусор вчера не стали в темноте выносить. Пристроила. Тихо. Мне ещё дом надо свой мыть. Что они приедут? Надо расселять же где-то. розочки. Ой, птички так щебечут. Вот эти вот почвопокрывные тоже стрелочки дали. Тоже зацветут. Да, они так скромненько цветут. А вот эти так долго они прям цветут. Прям долго. Давно уже. Саша так покушался на этот велосипед. Я говорю, Саша, он же сломан у него. Колеса одного нет. Он просто так у меня стоит. Все спят. Тишина. Сейчас проснуться. Галдёж будет. Я чего и встала-то рано. Думаю, хоть успеть свои дела переделать. А то Сашка встанет и всё. Глаз да глаз только за ним. Ну, вот акация пошла. Но ветки сухие есть, оказывается. Она позже всех даёт листочки. Кругом уже зелень такая. А она вот ток-ток. Вот сливу-то спилили, а она вон, видите, растёт. Вот. Я не знаю, что с ней делать. Может оставить? Спилить этот пенёк совсем. Вот кто в этом деле понимает? Напишите мне. Вот если её оставить, будет она полноценная слива или нет? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Для меня это загадка. Ой, мои хорошие. Чё-то у меня ноутбук не включается. Не знаю. Ему года нету. Не понимаю. Я его опять выключаю. Потом проходит время. Включаю. Не включается. Темный экран. Темно-синий. И всё. Ой. Вот очень бы этого не хотелось. Потому что как я не смогу видео выкладывать. Не, выкладывать могу, но без монетизации. Что толку-то? С телефона, если только выкладывать. Ладно, пусть постоит часок. Может, одумается. А, у меня пошла стирка. Ой. Это раньше я там стирала один раз в несколько дней. А тут... Ну, сами знаете, господь, чё говорить-то. Хм. Ой, мои хорошие. Придётся, видимо, ехать сегодня в сервис с ноутбуком. Не включается. Разлетались с утра-то. Ой, маки, да, какие красивые. Хм. Хм. А я вам пришла показать. Сейчас ходила, котов кормила. Смотрите, акация-то как цветёт. Девчонки, а как пахнет просто вообще волшебно. Ой, такой прям... Такой запах приятный. И прям такой... Даже я со своим плохим нюхом и то мимо проходила. Думаю, батюшки, что это... Что это пахнет. А это акация, оказывается, пахнет. Прелесть. Только сейчас у меня весь участок будет, как в снегу. От этих цветочков. Мои хорошие, что стало с нашими внуками? Это какой-то кошмар. Мне все писали, вот, сейчас приедут, движуха будет. Сидят на кровати в телефоне. Это чтобы куда-то их выпереть, как говорится, из дома. Это надо прям целую работу провести. Ничего не надо людям. Чего Костя велосипеды покупал? Да и Сашка тоже. Играть не умеет он. Да и такие игрушки, в которые... Не знаю, как вообще играть можно. Вот он и ходит и ноет. Ему нечем заняться. Зато, как включаешь мультик, все, ребенок преображается. Танцует под музыку. Веселый, довольный. Ну, он-то приехал на юг, вообще-то. Не в мультиках же сидеть. Вспомните, да, раньше? Господи, целый день на улице летом. Домой не загнать. Вот она, цивилизация, что с людьми делает. В чем-то они, конечно, более развитые. А в чем-то... И вот сиди, вот с утра вот, проснулась и думай, так, чем их развлекать. А то они так и просидят целый день в телефонах своих. Ну, думай, бабушка, чем развлекать, пока спят. Вон уже цветочки падают. Ну, что ж, пришлось выложить видео без монетизации. И так нихрена не зарабатываю. Еще вот такие вот неприятности. Ну, не включается он. Сто раз уже включала с шести утра. Не включается. Ну, ладно, пацаны встанут. Поедем. Ужасно, когда вот такие неприятности с утра. Устроение портится, ну. К нам едет. К нам едет, да. Ура! Приехала. 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 Ну, иди, иди. Чего ты? Привет! 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 Залезай. Давай. Спят? Спят. А ты большая не спишь, да? А, он рано встал. Ну, что, поедем, съездим туда. Я понял. Не знаю, работают. Они сегодня не работают. Они работают, по-моему. Вот это, по-моему. А может, кастрюду. Утром встала в 5 утра. Включаю ноутбук. А он не работает. Не включается. Да что ж такое-то. Казала, по-моему, с утра не хочет. Ну, да. Я его раз 100, наверное, включала. А-а-а, я думаю, не продумывал. Ха-ха-ха. Я ему не сказал, да. Понял? Ну, я там, кастрюлю, с того времени уже, надо, я закруглялся, чтобы он был. И, по-моему, цепору там вынесли. А-а-а. Ну, куда проводятся? У меня еще и лучше скинуть. Высила. Устанах, туда. Вот приволок мне, Толик, цемент я купила. Портланд цемент. Вот. А то у меня цемент кончился. Ну что, очень обидно, что не работает сегодня сервис. Так что я... Ну, вам лучше. Я без рекламы работаю. Ха-ха-ха. Ха-ха. Так. Ну, ладно, завтра опять поеду. Что делать-то? Ха-ха. Прислал мне Миша, ну, который риэлтор, друг наш из Севастополя, эсэмэску. Ха-ха. Тебя женщина искала. Думаю, господи, что ж такое-то. Звоню по телефону. Ха-ха-ха. 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 вот мы с ней разговаривали 70 лет женщине переболела к видом очень тяжело ну в общем жизнь как у всех нелегкая чего там говорить то очень приятная женщина смотрит меня но у нее нет аккаунта не может комментарии писать лайки а так говорит смотрю в курсе все знаю как приятно так что феодосии у меня теперь подруга есть молодцы молодцы игры наши девочки молодцы 70 лет вот в ю тубе смотрят молодцы какие современные женщины интересуются ну это замечательно правда я думаю что никакой альфсгеймер нас таких не возьмет чего ты потерял ребенок не представляет как купаться в бассейне а вода нагрелась прям ой теплая да саш не знает что делать ну так и будешь сидеть саш ну сиди что такое то есть пришел дожди подожди ты видишь я вышла я с народом вышла поговорить вон какой видите закат на сегодня не трись об ноги это блохи твои сейчас на меня тут накинуться ну подожди сейчас я тебя покормлю сашка отказался со мной идти вредничает он нормально все но характер показывает это вот четвертый год это вот начинается вот это не хочу не буду я говорю давай утром с девочками поздороваемся не хочу надоело вы представляете три года с руль и мелкая надоело завтра обещают дождик учу завтра поеду опять в этот сервис а то грустно не посмотреть ничего ну в телефоне как-то не знаю то ли вот мелко для меня я ж слепенькая слепо дыры ты ринг так говорю слепо дыры так хорошо тихо поеду чё они мне скажут почему он не включается но у него были уже такие попытки не включаться но все таки включался комп то года нету когда мне его кости подарил то осень техника да вот денег стоит а я его слепила из того что было называется ну вот ну так и бьется сейчас я тебе дам у меня там моего есть подожди все уже нормальные пришли поели между прочим а вот так вот ну чё зайки мои давайте прощаться пойду сейчас банду свою взрослых заставлять мыться этого помыть вредничает бассейн ему не понравился но он просто это вот я его тоже понимаю ему это абсолютно непривычно он не понимает что ему делать в этом бассейне надо ему купить каких нибудь игрушек чтобы играть там и он себя чувствует наверное дураком каким-то потому что в его понимании это должна быть ванна ну море понятно его поразило он что это такой объем там воды и все а тут скажет какая-то лохань стоит с теплой водой чего делать мочалку не дают в общем странно для него все это а мальчишкам старшим нравится я говорю вам не скучно не а чё не сидят в телефоне еле выгонишь их покататься но они вот сегодня я им говорю я говорю ну езжайте ну чего вы сидите дома то господи и вот они поехали и в результате уехали аж туда до пляжа все там посмотрели видели ослика вот но ослика видимо катают ну к вечеру ближе потому что днем мы были не было ослика вот надо как-то к вечеру съездить так еще сашка такой он трусиха он еще на этого осла и не полезет тоже скажет не хочу не нравится ну ладно все равно съездить надо посмотреть так что они покатались сегодня поглядели цены на все посмотрели я же им деньги выдаю каждый день вот они их копят копят видимо хотят чего-то купить ну я думаю что не здесь а в мурманске ну ездят ездят что-то смотрят вот ну я думала что будет все гораздо динамичнее скажем так вот он идет вот он вот вот я думала больше движухи будет нет довольно все спокойно как-то так ребята все понимают нормально с ними общаешься они как-то это не знаю ну Гриша знает что я строгая и он старается так со мной по хорошему вот Олежка вообще хороший парень у них четверо детей в семье и младше его двое вот он привык с ребятишками общаться и с Сашкой у него так хорошо все получается вообще он спокойный парень вот поэтому так все нормально вот единственное что говорю неприятность сегодня с ноутбуком а так все хорошо вот мои золотые чего и вам желаю ну ну и в общем то а Саша завтра пойдет маяк врачу у нее какая-то шишка на руке в общем тоже что-то нехорошо ну она была она сегодня в травму поехала ей там наговорили сто хренов в спину как говорится вот перенапугали там во смерти я говорю ты дурью не майся езжай к нормальному врачу какая-то вот на кисти руки шишка вскочила ну вот ну вот поедет завтра что там у нее за шишка тоже тоже нехорошо а так в общем собственно говоря все вы мои новости знаете все вам рассказано все доложено давайте прощаться пусть все будет хорошо вы там мне не дурите чтоб никаких болячек не было ладно я греть ой сейчас секунду Костя позвонил прервал ой уже спать хочется я сегодня встала в 5 утра ну как вы думаете сейчас надо с Сашкой пораньше лечь спать Костя переживает как Сашка я говорю нормально все ну бывает загрустит немножко он как загрустит я ему мультик включаю и все он посидит на 10-15 все нормально весь веселый я ему отвлекаю его говорю пойдем поможешь мне что-нибудь пойдем что-нибудь покажу тебе и все нормально до следующего раза ну ладно мои хорошие давайте-ка пусть все будет хорошо повторюсь ну и надеюсь завтра увидимся с вами может что-нибудь интересненькое будет сказала Костя что ноутбук накрылся он говорит ну что отдавай в ремонт что делать-то вот все давайте мои хорошие я вас обнимаю целую будьте все здоровы счастливы и радостны ладно давайте пока-пока пока 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 пока